Спасибо большое, уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги, уважаемые представители средств массовой информации. Валентина Ивановна, что я сказал, администратор проведённой нами сессии, в свою очередь я хочу отметить, что очередное заседание Совета и 55-е пленарное заседание Международной Ассамблеи прошло на высоком уровне. В течение двух дней мы поработали довольно продуктивно и приняли важные решения. И от имени нашей делегации я хочу выразить признательность председателю Межпарламской Ассамблеи СНБ, уважаемых Валентина Ивановна, за гостеприимство и за прекрасно организованную работу. В то же время, уважаемые представители средств массовой информации, я также хотела бы ответить на безосновательные и ложные обвинения спикера армянского парламента в адрес моей страны. Первый. Как представитель страны, которая во время 30-летней оккупации Международной Средней Ассамблеи Азербайджана уничтожала наши леса и природные заповедники, незаконно эксплуатировала природные ресурсы, загрязнила почву и реки, спикер парламента Армении не имеет морального права говорить о каких-то экологических беспокойствах на суверентных территориях Азербайджана. Второй. Армянская сторона почему-то молчит о том, что Международный суд еще необоснованно и полностью отклонил утверждение Армении об организации поддержки протестов на Лачинской дороге правительством Азербайджана, а также о строении поставок природного газа из Армении и предоставлении других коммунальных услуг. Постановление суда также согласуется с позицией Азербайджана в том, что Лачинская дорога не может быть использована в незаконных военных и экономических целях. Третье. Абсурдность утверждения о каком-то терроре против граждан Азербайджана армянской национальности состоит в том, что эти утверждения делаются представителем страны, которая на протяжении третилетней оккупации совершала этнические чистки и массовые убийства. Насистенность на странах земель почти 1 миллион азербайджанцев жестоко уничтожила все исторические и религиозные памятники, принадлежащие Азербайджану. Четвертое. Утверждение о том, что Азербайджан оккупировал современную территорию Армении абсолютно безосновательное. Как страна, которая на протяжении 30 лет, я повторяю, оккупировала 20% международных призывов территории Азербайджана и все еще держит под оккупацией 7 сел Казахского района и села Киарки Новочеванской автономной республики, Армении надо вернуться за стол переговоров и продолжать работу над мирным договором, а также за имитацией границ между Азербайджаном и Арменией. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, завершилось мероприятие Межпарламентской ассамблеи в этом году. Позвольте еще раз поблагодарить вас и секретарят за тесты приема, гостеприимства, а также за организацию мероприятия Межпарламентской ассамблеи СНГ. А также хотелось, чтобы в следующий раз у наших коллег из прессы была возможность задавать нам вопросы. Потому что в этом формате, я думаю, мы много чего можем передать нашим согражданам, нашему населению. Касательно того, что сказала уважаемая коллега из Азербайджана, к сожалению, или, не знаю, в радости, все, что я сказал, интересно фактами. Это международные заявления, это заявления и видеофакты и так далее и тому подобное. И в конце я хочу сказать насчет мирного договора. Конечно, армия хочет мирного договора. На данный момент, я не знаю, вы знаете или нет, наши министры иностранных дел сегодня должны встретиться. Но я бы хотел обратить внимание на то, если Азербайджан хочет мира, то почему до сих пор не возвращены 33 военнопленных в 2023 год на дворе, в конце концов. Держать военнопленных, что это такое вообще? Почему закрыт начинский комитет? Об этом заявляют не армянская сторона, об этом заявляют международные организации, об этом заявляют очень много стран и делают адресные заявления. Мы предлагаем отвезти войска от границы. Почему азербайджанская сторона не соглашается отвезти войска, если она победила в войне? Если вопрос Нагорного Карабаха закрыт, почему гибнут азербайджанские и армянские солдаты? Или вопрос не закрыт, или азербайджанские солдаты гибнут, к сожалению, не ясно из-за чего. Хватит предъявлять территориальные требования к республике Армении. В Армении нет никаких территориальных претензий к Азербайджану, а у азербайджанской стороны они всегда есть, и это озвучивается на самом высоком уровне. И в конце концов, если все так хорошо и так мирно, почему до сих пор не подписан азербайджаном мандат российских миротворцев? Он до сих пор не подписан. И хотел бы обратить внимание на заявление госпожи Кафарова о том, что был задержан азербайджанский солдат, его задержали гражданские люди, и один из которых, человек, который задержан, подозревается в убийстве мирного жителя. И пользуясь моментом, я бы хотел, чтобы госпожа Кафарова, которая анонсировала на прошлой нашей встрече, что прокуратура Азербайджанской республики будет расследовать видеоматериал о том, как азербайджанские солдаты расстреливают в упор безоружных армянских военнопленных, все-таки азербайджанская прокуратура даст какой-то ответ насчет этого видеоматериала. А в остальном, еще раз хочу сказать спасибо за организацию этого мероприятия, и еще раз хочу предложить, что в следующий раз наши коллеги и журналисты имели возможность задавать нам любые вопросы. Спасибо большое.